Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня расскажу вам, как проверить всхожесть семян перца. Потому что до посевов осталось совсем немножко. Но если у вас такая ситуация, что вы сомневаетесь во всхожести семян, то нужно обязательно ее проверить. Вот я эти семена перца взяла на распродаже на уценке в январе месяце. Перцы хорошие и красивые. Я хочу испытать новые сорта. Но так как я сомневаюсь, взойдут они у меня или нет, я хочу провести процедуру по проверке всхожести семян. Вот сорт перец карамель. Я его сейчас замочила. И расскажу вам, как это делать, как высчитать процент всхожести. Зная день посева перца, за 10-15 дней необходимо проверить всхожесть старых семян. Вот это у меня старые семена магазинные, у вас могут быть старые семена дома, залежи, например, если это. Это делается в том случае, если мы сомневаемся во всхожести своих семян. Или если нам дал кто-то семена, мы не знаем, взойдут они или не взойдут. Чтобы у нас не получилось потом неприятностей, мы проверяем. 10 штук, ровно 10, не 12, не 5, не 7, 10 штук помещаем в любую посуду. Вот я использую обычно для таких целей. Вот такие, сейчас я вам покажу. Вот такие вот маленькие. Это из-под суши. Суши заказываем, когда там имбирь, все, васаби. Они очень удобные, они с плотной крышечкой. Крышечкой этой я закрываю и потом в течение всех этих дней, недели, подливать воду уже не нужно будет. Закрываю, подписываю. И она у меня там будет стоять. На ватных дисках хорошо смочить ватные диски. Поместить туда семена. Сверху накрыть другим ватным диском, чтобы он тоже был мокрый. И в воде или растворе стимулятора, о которых я как раз вам рассказываю в последние дни. Вот эпин, экопин, энерген, циркон. Можно использовать любые. В чистой воде или в этом растворе. Поместить вот эту посудку на 5-7 дней в теплое помещение. Можно делать в маленькой посудке, можно делать вот на такой, как на тарелочке, на подложечке. Во влажную ткань, ткань мочим. И обязательно, чтобы она не высыхала, сверху ее прикрываем. Процедура очень проста. Мы смотрим. Обычно в течение недели у семян появляются крошечные росточки, если они находятся в теплом помещении и во влажном состоянии. И сразу по этим росточкам нам видно, какое из них схожее, а какое нет. Но для получения точных данных о всхожести мы высчитываем процентное содержание. Вот смотрите, если проклюнется 8 семян, значит у вас процент схожисти 80%. Если 2 семечка, значит 20%. Считается, что в схожесть 50% нормальные, значит семена еще можно использовать. Только ниже этого показателя семена, к сожалению, уже не годны. Вот исходя из полученных результатов, например, 5 семянок у вас проклюнулось, 50% всхожесть. Мы легко можем высчитать количество семян для посева. Например, если вам нужно 50 корней рассады перца, при 50% всхожести вы должны посеять не 50 семян, а 75, то есть в полтора раза больше. Ну и таким же образом высчитываем количество семян при другом процентном содержании. Это очень просто. При более низком проценте добавляем больше семян, при высоком проценте добавляем меньше семян. Если у вас семян очень мало, к примеру, вот например, дали вам какой-то сорт, всего 5 семечек этого сорта, то проверять на всхожесть не стоит, просто накануне замочите за неделю и посейте только те семена, которые проклюнутся. А пустые класть в землю не стоит, на них не надейтесь. Если они за неделю не проклюнулись, значит они скорее всего не всхожие. Вот, это вот кратко я прошлась по теме, как узнать, как высчитать, проверить всхожесть семян перца. Если вы будете процедуру вот эту использовать, то вы уже будете, у вас как будет, все запланировано, ожидаемые какие потери, и вы будете точно знать, сколько лишних семян вам посеять. Надеюсь, я кому-то помогу, потому что некоторые бывают без проверки сеют семена, полулатка не взошло, время упущено, и потом вот эта неприятность, разочарование. До свидания, с вами была Ольга Чернова. Теперь вы умеете проверять всхожесть семян перца. Субтитры создавал DimaTorzok